Заключение. Составьте план. Действуйте. Когда я только занялась написанием этой книги, мне нужно было съездить в Нью-Йорк. У меня был запланирован обед с редактором книги, презентация КВГОЛ и запись подкаста с главредом журнала «Алёр». Жулия была со мной и выбирала мне наряды. Я остановилась в очень красивом отеле. Я только что закончила разговор с Тоской, которая была на съёмочной площадке своего фильма. Я переписывалась с Кимбалом, который на той неделе открывал ресторан, и сидела в лобби с гордостью, наблюдая на iPad запуск SpaceX, устроенный Илоном. И вдруг вспомнила, что бывала в этом отеле раньше. Тогда мне было едва за пятьдесят, и я жила в Нью-Йорке. Мой бизнес только набирал обороты. Я вспомнила, что приехала в Нью-Йорк на модную съёмку именно в этот отель. Ничто в отеле не изменилось, хотя, полагаю, изменилась я сама. Моё материальное положение было совсем другим. Тогда, после съёмки, все отправились в бар при ресторане. Я тоже хотела пойти, но не могла, потому что у меня не было денег на коктейль. Вероятно, кто-нибудь за меня заплатил бы. А что, если нет? Поэтому я ушла. Ни по карману не покупай. Я не чувствовала себя обделённой и не жалела себя. Я не говорила себе, ну ничего, однажды я вернусь. И уж точно себе не представляла, что если вернусь, то дело будет обстоять вот так. Я просто продолжала трудиться, строить новые планы и двигаться вперёд по жизни. Возможно, поэтому я каждый день просыпаюсь с оптимизмом. Я жила в достатке и жила ни с чем, и я поняла, что невозможно угадать, что ждёт тебя дальше. Я здорова, наслаждаюсь своей работой, люблю свою семью и своих замечательных друзей. Здоровье, бизнес и жизнь невозможно изменить за секунду. Вам нужны трудолюбие, оптимизм и честность, здравый смысл и чёткий план. Вы можете строить планы, но они не всегда работают. Тогда придётся строить новые планы. Ваша жизнь будет полна взлётов и падений, как на американских горках. Взлёты будут захватывающими, падения страшными. И когда вы окажетесь на дне, вам понадобится план, чтобы выбраться наверх. Чем вы старше, тем менее трагичными, болезненными и обидными становятся падения, потому что всё это с вами уже случалось. Вы должны сами решить, когда найдёте своё счастье. Так когда же? Зачем откладывать карьеру, лечение, создание семьи и круга друзей? Зачем откладывать любовь к жизни? Иногда мне казалось, что я никогда не буду счастлива. Никогда. А потом я придумала план, как выбраться к свету, потому что жить в постоянном недовольстве – это не дело. Так что начинайте строить ваш план. Сейчас же.